Всем привет, с вами снова я, Катя, и сегодня у нас видео вопрос-ответ. Вопрос-ответ у нас будет немножко необычный, то есть я буду достаточно быстро отвечать на все вопросы с какими-то максимально краткими пояснениями. Если что, эти вопросы я спросила в своем телеграм-канале, Кейтлинг Скейтс, кто еще не подписан, подписывайтесь, там интересно, там больше жизни. Чего бы ты хотела добиться и в фигурном катании, и в личной жизни? В фигурном катании, наверное, это прыгнуть все двойные прыжки, В личной жизни, ну, просто жить в достатке, в любимой семье, общаться с любимыми друзьями и просто ловить момент, жить в кайф. Какой твой любимый цвет? Розовый и фиолетовый. Карьера или семья? Достаточно тяжелый вопрос, семья, наверное. Кто из фигуристов нравится больше? Твои топ-5 фигуристок. Алена Косторная, Саша Трусова, Софья Катьева, Алина Загитова и Алиса Двиглазова. Какая у тебя мечта? Купить лошадь. Какие отношения с родителями? Обычные отношения, хорошие, иногда ругаемся, как и все по бытовым проблемам, так все хорошо. Что будешь делать после выпуска из вуза? Планируешь ли поступать в магистратуру? Уже решила, куда? Да, я буду учиться в магистратуре на заочном и буду работать. Пока где я буду работать, я говорить не буду, я уже знаю, где буду работать, но это секретный формат. Чисто мой интерес, как относишься к паре Саши и Марка? Положительно. Ну, странный вопрос на самом деле. Это люди, их личная жизнь, все могут встречаться, кто с кем хочет, и типа... Мое отношение здесь вообще никому нафиг не сдалось, это их дело, и я не имею права вообще говорить какое-то мнение об их паре. Как ты успеваешь учиться и ходить на тренировки? Как-то успеваю. А есть ли у тебя домашний питомец? Если нет, то хотела бы. Ответ на вопрос есть? Это любимая фигуристка, и почему? Ну, как я уже сказала, Алена Костерная. У нее какое-то магическое катание, и не похоже на остальных. Были ли вдохновения какими-нибудь программами известных фигуристов для собственной программы? Да, были. Моя первая в жизни программа ставилась как раз таки с программой Алены Костерной. Там есть некоторые элементы из ее программы. Если бы была возможность прожить один день любого фигуриста, кто бы это был? Ну, я бы хотела прочувствовать всю вот эту вот атмосферу профессионального спорта, серьезного. Так что сейчас, наверное, ну, Софья Акатьевая. Долго привыкала к конькам и да и пьяно. Где-то полгода мне понадобилось, чтобы их раскатать. Где и на кого ты учишься? Я учусь в Российской таможенной академии на юриста. Хотела бы на один день или даже больше стать проффигуристом. Ну, попробовать, типа на один день ощутить, там, или там на месяц, да, хотела бы. Но прям быть проффигуристом, наверное, нет. Яла с ли обсуждений в твою сторону, когда пришла в любительскую группу? Странный вопрос. Я захотела заниматься фигурным катанием, поэтому я пошла. Какая разница, кто что думает? Хотела бы поехать на Олимпиаду, например, спортсменом или вообще журналистом? Я бы была бы рада поехать на Олимпиаду и просто как зритель, и как участник, естественно. Если нужно будет выбрать что-то одно, выберешь конный спорт или фигурное катание? Конный спорт. Были ли трудности с коллективом, когда только пришла заниматься? Нет, я сменила очень много школ фигурного катания и со всеми старых коллективах общаюсь, и в новых очень легко, быстро схожусь, поэтому нет. Богатые ли у тебя родители, или ты покупаешься сама? Очень некорректный вопрос. Какая мечта была в детстве? Не знаю, я не помню. В чем ты себя пробовала за всю свою жизнь? Ой, если перечислять, не влезет. Я занималась и каратэ, и художкой, и спортивным ориентированием, и гимнастикой, и чем только не занималась. Какая была твоя жизнь в школе? Веселая. Когда я начала свой путь в фигурном катании? Восемь. Восемь лет, но потом я бросила, поэтому либо в восемь лет, либо вот два года назад. Самый нелюбимый прыжок? Тулуп. Как училась в школе? У меня было всего две четверки, три четверки. Математика, алгебра, геометрия и русский. Какие были твои самые любимые уроки? Английский. Как ты сдала экзамены? История 60 баллов, общество знания 74, и русский 85. Много ли у тебя подруг? Нет, всего две. Есть подруга детства? Нет. Самый долгий перерыв в фигурном катании у тебя был ли он вообще? Ну, смотря что считать перерывом. То есть я летом стабильно отдыхаю по два-два с половиной месяца без фигурного катания вообще. Либо вот сейчас у меня перерыв, прям осознанно взятый перерыв в середине сезона. Вот он будет у меня две недели. Я себе ровно две недели дала. Если бы можно было вернуться в прошлое, поменяла бы ты что-то в своей жизни? Нет. Какой самый любимый элемент в фигурном катании? Настолько любимый, что прям кайфуешь, когда делаешь. Наверное, обратный винт. Сама ли ты покупала коньки? Поддерживают ли тебя родители? Коньки нет, не сама. Папа купил. Поддерживают? В каком смысле и в плане поддержки фигурного катания, то плюс-минус. У тебя были переломы. Да, у меня два винта в косточке, в пальце. Вот тут вот. У меня была трещина в голеностопе. Это не из-за фигурного катания. Чему бы ты очень хотела научиться? Я бы хотела научиться кататься на сноуборде. Если бы ты была проффигуристкой, и тебя согласилась бы взять Этери, но при условии, что ты будешь кататься 24 на 7, но станешь чемпионкой России, то ты бы согласилась? Я имею в виду, что у тебя не будет времени на друзей, ни на что. Нет, не согласилась. Какой любимый сериал? И смотрела ли ты фильм «Майор, гром, чумной доктор»? Сотня. И нет, я не смотрела. Какой самый трудный момент в своей жизни ты пережила? Наверное, это расставание с моим первым парнем. Почему решила покупать именно конкретно эту модель коньков, а не взяв какие-то попроще? Потому что они красивые. Раз. Потому что у них большая жесткость, а это безопасность. Два. Хотела ли ты заниматься в хрустальном? В профгруппе нет. А в любительской группе тоже, наверное, нет. Потому что, ну, мне не очень нравится там. Меня устраивает мой тренер. Как пришла идея начать снимать видео про фигурное катание и свой прогресс в нем? Я, в принципе, очень идейная личность в этом плане. Я очень люблю снимать свою жизнь. У меня есть блог в конном спорте. У меня есть просто всякие тикток аккаунты, вот YouTube про мою жизнь. И, естественно, это было бы странно, не начать снимать про мое новое любимое увлечение. Как проходит твой день? Когда как? Сколько времени длится тренировки на полу и сколько на льду? Всегда по часу, если в школе фигурного катания. Если сама занимаюсь, то, может быть, до часа, час, не больше. Если бы у тебя была возможность пойти в ФК в три года, ты бы пошла? Пошла бы. Как ты успеваешь все? Учеба, танцы, ФК? Ты учишься очно или за очко? Я учусь очно. Нормально я все успеваю. Это не так много, как вам кажется. Чем ты питаешься? Едой. Но все-таки сколько тебе лет? Мне 21 год. Живешь одна или с родителями? С родителями. Были ли какие-то проблемы в школе? Да, были. Моя учительница по-английскому написала на меня заявление в полицию. Но она немножко... Не немножко даже, она прям... Как тебе относились одноклассники и учителя? Хорошо. Как я закончила школу? Хорошо. Какая твоя работа мечты? С лошадьми. Связанные с лошадьми. Кем хотела стать в детстве? Никем не хотела. Как на данный момент относишься к хейту? Не очень. Кто хорошо относится к хейту? Есть такие люди, кто любит хейт? Если бы ты занималась еще каким-нибудь спортом, то каким? Но мне кажется, что фигурного катания, танцев и конного спорта мне в принципе достаточно. Я думаю, что этого хватит. Ребят, давно задавалась таким вопросом. Несмотря на бюджет, что бы ты выбрала, платье или комбинезон? И как бы костюм выглядел? Платье? Не знаю. Вот платье, которое сейчас в этом сезоне. Я полностью дизайн выбирала сама. Вот как выглядит платье, которое мне нравится. Какие самые запоминающиеся моменты в жизни? Их очень много, я их не перечислю. Чего ты боишься? Несекомых. Покупать платье для выступления дорого? Во сколько тебе обошлось розовое платье, если не секрет? Дорого. Покупать? Не знаю. Может быть, недорого. А вот шить дорого. Я шила в розовое платье за 17 тысяч. Как себя замотивировать заниматься спортом? Ну, если у тебя нет каких-то целей, там, сбросить вес или лучше выглядеть, то не занимайся спортом, если ты не хочешь. Зачем себя заставлять? Жалеешь о том, что родители когда-то не продолжили тебя водить на ФК? Да, жалею. Какой твой самый любимый прыжок в фигурном катании? Пока что ЛУЦ, наверное. Думаю, что это скоро будет акции. Учишься на бюджете или на коммерции? На коммерции. У тебя есть машина, права, умеешь водить? Да, у меня своя машина. Если бы ты осталась в проф, то какая бы у тебя была цель? Может, поехать на определенные соревнования, изучить тройной-четверной прыжок? Ну, наверное, как у всех профов, была бы цель поехать на Олимпиаду. Кем хочешь работать? Трендером по конному спорту. Хочешь переехать в другой город? Нет. Москва мой город. Была за границей? Конечно. Хочешь прыгать тройные? Решу, но думаю, что моя физиология мне все же не позволит. Хочешь ли стать тренером по ФК? Нет. Сколько раз в неделю тренируешься? Лед именно у меня 3-4 раза в неделю. А зал уже зависит от того, насколько у меня много свободного времени. Как ты ищешь соревнования для любителей, подаешь туда заявку? Моя школа организовывает соревнования, и у нас просто на сайте подаются заявки. Какие у тебя были коньки за всю твою карьеру? Двое коньков. Первый это Джексон Эль. И покаталась я на них полгода, и потом купила еда и пьяно. Какой твой любимый фильм? Я уже всегда говорю, этот фильм пока что нового любимого не нашла. Лето, одноклассники, любовь. Вот это все. Ставьте палец вверх, подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на все наши соцсети. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok